Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Собственники квартир 10-го дома микрорайона Зеленой Аллеи получили заветные ключи. Очередной подвиг врачей Видновской районной клинической больницы. Было выправлено три релопаротомии, дренирование, тампонирование абсцессов в брюшной полости. Расскажем о трудовых буднях работников сферы ЖКХ. Когда у нас все хорошо и все замечательно, нас не видят и не замечают. Долгожданные ключи получили собственники квартир в 10-м доме микрорайона Зеленые Аллеи. Застройщик запоздал со сдачей жилья, но благодаря слаженной работе администрации Ленинского городского округа люди, наконец, могут приступить к приятным хлопотам по благоустройству своих квартир. Ключи первым новоселам торжественно вручил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Абарионов. Подробности в сюжете Юлия Пагасьян. Когда Ксения Протасова позвонила супругу и предложила в обеденный перерыв встретиться, Михаил и не подозревал, что он наступил тот самый долгожданный день. Дом, в котором больше года назад они купили квартиру, наконец сдали. Оказалось, что жена решила преподнести мужу сюрприз. Ехали на обед, а приехали за ключами. У нас в марте была годовщина, 10 лет совместной жизни. Я сказала, что это подарок. Здорово. Рады. Этот день новоселам микрорайона Зеленые Аллеи запомнится надолго. Торжественная обстановка, цветы, все внимание на собственников квартир в доме номер 10. Ключи первым жильцам вручил временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абарионов. Здравствуйте. Ленинский городской округ наконец вышел из красной зоны в отношении обманутых дольщиков. Местная власть ставит перед собой задачу в 2022 году полностью закрыть этот вопрос. Эта задача поставлена губернатором и уверен, что мы ее решим. Сегодня 459 квартир уже дом введен. В течение ближайших пару месяцев все получат ключи. Это здорово. Соответственно, в этом году МИЦ этот квартал сдает. Последний дом будет построен. Плюс, что немаловажно, к первому сентябрю мы планируем детский сад и поликлинику также запустить. Сегодня была большая встреча с руководством МИЦ. Застройщик данной территории старается соответствовать современным требованиям комфортного проживания населения. Администрация муниципалитета и руководство региона следят, чтобы компания выполняла социальные обязательства. Проектом планировки территории предусмотрено строительство школы и двух детских садов. Строительство первого детского сада завершится до конца текущего года. Второй детский сад на 155 мест будет завершен в втором квартале 2023 года. А школа на 1225 мест будет введена в эксплуатацию в 2024 году. Одни из первых новоселов Ирина и Михаил Разины квартиру приобрели для мамы. Просторная двушка с большой кухней и шикарным видом на центральный парк и стадион «Металлург». Супруги отмечают, у дома удачное месторасположение и с нетерпением ждут начала ремонта. Я примерно знаю, что она хочет. Мы постараемся, я думаю, ей понравится. Десятый дом на бульваре «Зелёные аллеи» – один из 14 домов комплексной застройки территории. Последнюю многоэтажку планируют создать в мае этого года. Юлия Погасян, Александр Логинов, Филина Кошелева. Видно.ТВ. В Ленинском городском округе многие уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Одной из первых сделала прививку врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина. В нашей съёмочной группе Ольга рассказала о своём опыте и ответила на основные вопросы по иммунизации. Количество желающих сделать прививку с каждым днём увеличивается. Но вместе с тем люди задают много вопросов. И это логично, ведь вакцины новые, есть сомнения. Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина была одним из первых медицинских работников, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции. Моя первая вакцинация была 3 января. Вторая фаза. Вторую фазу я уже получила 24 декабря, то есть буквально перед Новым годом. И я хотела своим коллегам на собственном примере показать, что реально вакцина работает. И она доказала свою эффективность на мировом уровне. Также врач рассказала о побочных эффектах от иммунизации, которые были у неё. Было всего лишь чувство жара. То есть в ночь я выпила нестероидный препарат, то есть температура. И утром проснулась, всё было отлично. После фазы второй вообще, то есть даже никаких нежелательных эффектов у меня не наблюдалось. Спустя несколько месяцев Ольга в независимой лаборатории сделала тест на антитела. У меня антител 250, а в норме она идёт от 0,80. Как отметила Ольга Нинастина, её примеру последовали и другие медработники. Я работаю в красной зоне, и мои коллеги, те, кто не переболели коронавирусной инфекцией, те, кто не имеют защитного центра антитела, сделали вакцинацию. Наша съёмочная группа встретилась с врачом-эпидемиологом в здании МФЦ, где расположен пункт вакцинации от COVID-19. Кабинет оснащён всем необходимым оборудованием. Пациентов перед прививкой осматривает терапевт и медсестра. Этого числа у нас было 102 человека. Мы работали в две смены здесь. Первую неделю здесь мы работаем постоянно. Ну, как бы, в среднем 10-12 человек. Но не все ещё, опять же, повторяю, знают, что мы здесь и работаем. Станислав пришёл на первую вакцинацию. В его семье уже все сделали прививку от коронавирусной инфекции. Маленький ребёнок, у меня жена осматик, решил как-то сходить сделать. Во-первых, мне кажется, если захочешь куда-то за рубеж выехать в ближайшее время, я думаю, понадобятся однозначно такие вещи. Ну и, опять же, это здоровье своё. Пункт вакцинации в многофункциональном центре работает по будням с 10 до 15 часов. Пройти иммунизацию здесь может любой желающий без предварительной записи. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Девять операций за полтора месяца. Видновские врачи поставили на ноги мужчину со множественными абсцессами печени на фоне COVID-19. История чудесного спасения в нашем следующем сюжете. Такие образования, абсцессы печени огромных размеров, занимающие практически всё, левую и правую долю печени. Такая довольно-таки редкая патология. С уникальным тяжёлым случаем столкнулись врачи Видновской районной клинической больницы. 30 января к ним в тяжёлом состоянии поступил 39-летний житель Подольска Олег Игнатенко. В анамнезе огромные абсцессы в печени, один из которых прорвался в брюшную полость, вследствие чего развился перитонит. Было выправлено три релопаротомии, дренирование, тампонирование абсцессов в брюшной полости. Послеоперационный период осложнился, соответственно, сепсисом. И всё это на фоне COVID-19 с серьёзным поражением лёгких. Вирусная пневмония осложилась в бактериальной пневмонии, то есть явления сепсиса были нарастали. Появились новые осложнения, как гидротурокс, двухсторонний пневмоторокс. По этому поводу больной тоже был тропериором, затем приведён на ЭВЛ. Была трехлестома наложена. Потом, после интенсивной терапии, мы его сняли с искусственной вентиляцией лёгких, деканулировали и перевели в хирургическое отделение. За жизнь мужчины боролась команда квалифицированных хирургов в составе Антона Шапаренко, Виталия Осокина и Дениса Мирошникова. В отделении реанимации пациент провёл больше месяца. Были почти каждодневные коллективные обходы и профессиональный осмотр и профессиональное назначение, что дало возможность выходить на самом деле у очень тяжёлого больного. Почему? Потому что это такая редко встречающаяся патология абсцессы печени на фоне особенно неизвестной нам коронавирусной инфекции. Медики полагают, что причина возникновения абсцессов печени могла стать травма, полученная пациентом некоторое время назад во время игры в хоккей. А коронавирусная инфекция, спровоцировавшая депрессию иммунной системы, стала пусковым механизмом редкой и опасной патологии – абдоминального сепсиса. Но благодаря слаженной работе врачей в РКБ Олегу Игнатенко удалось поставить на ноги. Хотел поблагодарить всех врачей, весь корректив, ну, понятно, отдельно лечащего врача, Тон Геннадьевича, Юрия Григорьевича, ну, и, конечно же, Дениса Саныча, заведующего также реанимацией Александра Александровича, поблагодарить за работу, за их нетяжёлый труд, особенно в нынешних условиях. Сейчас Олег чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой, где его с нетерпением ждут жена и дочка. Екатерина Борисова, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня в нашей студии Анатолий Баландин, начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу, и мы поговорим об акциях, проводимых госавтоинспекцией. Анатолий Васильевич, добрый вечер. В настоящее время на территории Московской области проходит социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность». То есть он направлен на популяризацию использования детских удерживающих устройств, что, в принципе, предусмотрено законодательством, правилом дорожного движения. И на уменьшение тяжести последствий, где страдают маленькие наши пассажиры. Насколько вообще эффективна эта акция, если, допустим, поднимать статистику? Ну, достаточно эффективна, потому что проходят не только рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей, но и также по информированию участников дорожного движения, как взрослые, то есть водители аудитории, так же их самих детей, чтобы они были приучены к тому, что до определенного возраста им необходимо находиться в специальных удерживающих устройствах, когда они передвигаются в транспортных средствах. Будь то их родители, либо такси, любое транспортное средство, должны они находиться в удерживающих устройствах. Потому что штатные удерживающие устройства ремней безопасности, они не предусмотрены конструктивно для удержания таких пассажиров, как дети. О каком возрасте идет речь? От 7 до 12 лет. Ну, то есть от самого нулевого возраста до 12 лет. То есть это все маленькие наши пассажиры. Но если говорить более конкретно, какие именно мероприятия проводятся в рамках этого социального раунда? Какие именно? У нас на еженедельной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. Это в местах, туда, куда граждане пребывают с детьми. То есть развлекательные всякие торговые центры, также школьные образовательные учреждения, спортивные мероприятия. Аудиоролики у нас запущены, видеоролики запущены, раздача листовок, проведение селфи-акции запланированной, флеш-мобов. Ну, все, что сейчас может привлечь общественность к данному мероприятию, к данной проблеме, как говорится. И чтобы поменьше тяжесть последствий становилась. Вы сказали о раздаче листовок. Вот я вижу, вы сегодня принесли с собой какие-то материалы, да? Ну да, вот есть небольшие такие брошюрки для водителей, для детей. Также плакаты, которые специально разработаны для привлечения внимания, такие яркие, общедоступные. Ну, ничего сложного, в общем, почитать, понять, и всем становится понятно, какое детское кресло, для какого возраста, как его надо устанавливать, как ребенка надо перевозить. Все прописано. На ваш взгляд, за последние годы ситуация улучшилась в этом отношении? Да, ну, большинство родителей дают отчет, что действительно детей необходимо перевозить в специально удерживающих устройств, нежели чем на руках, либо просто пристегнутым ремнем безопасности. Ну, и пользуясь случаем, то, что вы пришли к нам на эфир, скажите, вот сейчас в межсезонье, скоро все будут водители менять резину уже на летнюю, на что стоит обратить внимание? Ну, я бы на месте автолюбителей не стал бы торопиться с заменой резины на летнюю, потому что зима не отступает, хотя еще уже конец марта, но, тем не менее, погода оставляет желать лучшего, и минусовая температура еще остается. Как только будет плюсовые температуры значения в ночное время, тогда уже можно задуматься о смене резины. Ну, это действительно необходимо, потому что та шипованная резина, она не обеспечивает безопасности при движении, при торможении, ну, при движении транспортного средства, так говоря. Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам на эфир. Напомню, что у нас в гостях был Анатолий Баландин, начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу. День работников ЖКХ ежегодно отмечается в 3 воскресенья марта. Праздник призван обратить внимание на то, какую важную роль в нашей жизни играет структура коммунального обслуживания и ее сотрудники. Герой нашего сюжета находится на передовой, обеспечивая жителям муниципалитета комфортную жизнь в домах, во дворах, в городе Видное и других больших и малых населенных пунктах округа. На территории Ленинского городского округа действуют такие жизненно важные предприятия, как ПТО городского хозяйства, Дорсервис, а также различные управляющие компании. Сотрудники каждого из них делают жизнь муниципалитета комфортнее. В 2004 году Алексей Манаенков пришел на предприятие молодым специалистом, инженером по автоматизации. Интерес к делу и желание совершенствоваться всегда помогали ему в работе. Сегодня Алексей Юрьевич – заместитель генерального директора Видновского ПТО городского хозяйства по теплоснабжению. Когда у нас все хорошо и все замечательно, нас не видят и не замечают. Но когда наступают трудные моменты, и людям становится холодно, или горячая вода не настолько горячая, что ручки мезнут, сразу вспоминают про теплосеть, сразу вспоминают про тому, кому надо позвонить. И когда все нормализуется, это громадная благодарность от жителей и от своих коллег, о том, что все хорошо и люди довольны. Заместителя генерального директора УК ЖКХ Алексея Гаврюшина застать в кабинете сложно. А вот в подъезде какого-нибудь из домов, которые находятся в обслуживании управляющей компании, вполне себе реально. Лично контролировать работу подчиненных, обсуждать с ними и с жителями насущные вопросы он считает своей обязанностью. В ежедневном режиме делаем обход, контролируем уборку, санитарное содержание, техническое обслуживание. Ну и, соответственно, с жителями планируем текущий ремонт. Это уже по плану, когда проводится общее собрание собственников. А в такой текущий момент, это санитарное содержание, оно проводится в ежедневном режиме. То есть и техническое обслуживание тоже самое. Техник-смотритель делает обход, выявляет замечания или обращения от жителей какие-то, чтобы где-то светильник не горит, где-то плохая уборка. Понятно, мы реагируем моментально, приезжаем. В подчинении заместителя генерального директора Дурсервиса, руководителя подразделения благоустройства Рустема Саддарова, находится более 350 человек. Эта большая дружная команда обеспечивает порядок на территории муниципалитета, делает комфортной городскую среду. Работа непростая, но интересная в том плане, что постоянное общение с людьми, с жителями городского округа. Ну и считаем, что она, эта работа, очень значимая, интересная и полезная для городского округа. Головным мозгом большого организма жилищно-коммунального хозяйства без преувеличения можно назвать управление жилищно-коммунального хозяйства. Здесь трудятся 25 человек, которые обеспечивают деятельность всех подразделений ЖКХ Ленинского городского округа. Сегодня мы все вместе формируем новые стандарты жилищно-коммунальной отрасли. И положительные перемены уже очевидны. Требования к ЖКХ растут. И к каждому, кто имеет отношение к коммунальной сфере, еще предстоит очень много работать, чтобы воплотить в жизнь все те инициативы, которые сделают жилищно-коммунальное хозяйство самой эффективной, современной и высокотехнологичной отраслью. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжают кипеть страсти вокруг Центра культуры в поселке Совхоза имени Ленина. Здесь подконтрольные Павлу Грудинину организации продолжают делать все, чтобы парализовать работу учреждения. И надо сказать, в этом деле они преуспели. Максим Козлов расскажет подробнее. Подход к Дому культуры в поселке Совхоза имени Ленина весьма затруднителен. И эти груды снега тоже в кавычках «подарок» от Павла Грудинина. Мы уже рассказывали о том, что чистая площадка, подготовленная к празднику Масленицы, была завалена снегом. И сделала это техника ЗАО Совхоз имени Ленина. Может быть, Павел Николаевич Грудинин не любит блины, либо он не любит наших жителей поселка. Праздник все же провести удалось. А после Совхозная техника вновь закидала площадку снегом. Заходим внутрь, где нас встречает директор ДК Николай Жуков, который демонстрирует очередной подарок от директора ЗАО – отсутствие гардероба. Раньше здесь был гардероб, принимали одежду, вешали люди. Но 27 февраля непонятные люди под руководством госпожи Кравцовой из здравительного центра и очень-очень быстро унесли отсюда все вешалки, все имущество, все, что здесь было, прихватив до кучи и 9 стульев, и 3 стола. На этом сюрпризы не закончились. Гардероб пропал, но в центре фойе появились загадочные строительные материалы, назначение которых совершенно непонятно. Вчера тоже произошло не менее интересное событие. В утренние часы, в 6 часов 50 минут, через боковую дверь, которая внезапно открылась, сюда влетело 20-25 человек. Каждый из них в руках держал непонятный мешок в мягкой упаковке, вот эти какие-то коробки, вроде как с плиткой. И все это быстренько-быстренько занесли и поместили вот здесь в вестибюле Дома культуры. Экскурсия по местам буквально боевых сражений продолжается. Как выяснилось, снег, гардероб со стульями и стройматериалы – это цветочки. А ягодки, в которых, как известно, Павел Грудинин – большой специалист, еще впереди спускаемся в подвал. Мы с нами проходим в коридор, идем снимать комнату, в которой размещено какое-то сфиническое оборудование, здравие, декорация. Свет здесь включить не можно, свет включить не можно. Благодаря усилиям рабочих ЗАО теперь в здании полностью отсутствует свет. Когда нету света, то есть, соответственно, мы не можем обеспечить пожарную безопасность. И для детей, которые занимаются в творческих кружках, они без света ни рисовать не могут, ни вокалом заниматься, ни танцами заниматься, потому что освещение должно быть. Поэтому в таких условиях, конечно, заниматься тяжело достаточно. Ровно 50 лет исполняется в этом году нашему Дворцу культуры. Его открыли в 70-м году, к дню рождения Владимира Ильича Ленина. И вот в этом году, когда Дворцу культуры исполняется 50 лет, как раз к дню рождения Ленина, Павел Николаевич Грудинин рушит здесь силовой кабель, тракторами давит людей, срывает мероприятия, устраивает бедлам. Подходим к главным распределительным щиткам, точнее, к тому, что от них осталось. С той стороны стены к зданию подходил электрический кабель, который рабочие просто разорвали. Канал, по которому проходили провода. Вот, рывок был настолько сильный, что разбито все оборудование. Просто кабель и все тросы вырвал отсюда. Вырвал вместе с предохранителями, со всеми, с автоматами защиты. Вот, все сломано, сорвано. Одно из самых известных высказываний вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны». С коммунизмом и советской властью в совхозе не сложилось. Но тогда и электричеству не бывать, решил Павел Грудинин. Чтобы осмотреть место преступления, выходим наверх. Даже выпавший снег не может до конца скрыть следы того, что здесь произошло. Вот, сломанный асфальт, выбитые кирпичи, камни, руины. И вот она, колея от этого тяжелого трактора, который сюда заехал, разрыл и выдернул этот силовой кабель. Весь разговор с лица Николая Жукова не сходит горькая усмешка. В это действительно трудно поверить, что средь бела дня приехал трактор, выкопал яму, вырвал кабель и снова яму закопал. Его девиз, видимо, один – «Сгорел сарай, гори и хата». Ну, в данном случае гори дом культуры. Лучом света в темном царстве, которым теперь является концертный зал дома культуры, служит фонарик от смартфона. Ведь все осветительное и звуковое оборудование, установленное здесь, теперь просто грудометалла. У нас в этом доме культуры занималось порядка 600 детей. Соответственно, постоянно проходили какие-то тренировки, репетиции, проводились квартирники. На сцене репетировал по очереди цирковой кружок, театральный кружок. Даже сам Грудиин, кстати говоря, в театральном кружке занимался. Теперь Павел Николаевич ломает комедию на другой сцене. Правда, больше она напоминает трагедию. Ведь от всех его действий прежде всего страдают дети. А по словам Николая Жукова, достается и их родителям. Мы видим совершенно четко, что именно дети тех родителей, которые работают в залу совхоза имени Леина под руководством Грудинина, и которые каким-то образом зависимы от него, именно эти дети не ходят на наши занятия в кружках. Их не так много, но это ощутимо, это заметно, это больно. Несмотря ни на что, работа ДК продолжается. Дети занимаются в школе и библиотеке поселка, в помещениях ТРК «Вегас» и школы искусств развилки. И когда они вернутся в родной дом культуры, непонятно. Как видно, фантазия Павла Грудинина неисчерпаема. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Желаю вам хорошо провести выходные дни. До свидания.